Затронем самый важный политический вопрос, куда идёт человечество. Вот об этом мы поговорим. Вопрос не праздный. И для того, чтобы понять, куда мы идём, надо будет обратиться к чудесам американской гастрономии, а именно к пончику. К этому я раз позже. А сейчас давайте посмотрим, куда идёт человечество. В 2015 году все страны мира, что бывает очень редко, договорились о том, что необходимо утвердить цели устойчивого развития, ЦУР. Раньше были цели развития тысячелетия, но там разделялась борьба с бедностью и борьба за сохранение нашей планеты. Но изменилась за это время и символика. Раньше был список, в котором задачи перечислялись одна за другой, а сейчас появился круг, а точнее колесо. Но это не вполне понятная эволюция, потенциале представляется упорно на революцию. И эту революцию совершила чуть ли не в одиночку британка по имени Кейт Ровард, которая в своё время работала в программе развития ООН и Международном объединении Оксфон. Кейт Ровард изобрела не велосипед, она изобрела этот самый пресловутый пончик. Говорят, что о пончике часто шла речь, когда шли переговоры о целях развития тысячелетия. И не случайно пончик стал символом ЦУР. Позже Кейт Ровард написала книгу «Экономика пончика». О чём идёт речь? Чтобы понять смысл этого образа, надо напомнить предысторию. Мы всегда исходили из доминирующего представления о том, что нужно ускорять рост. От роста зависит занятость, борьба с бедностью. И что именно экономический рост – это панацея от всех бед. При этом экологические последствия воспринимаются как нечто вторичное. На языке экономиста называется применесённый фактор. В этих условиях выдвигается лозунг «Рост любой ценой», а применесённые факторы можно будет подправить. Но все помнят, что говорил Кеннет Билгинг, человек, который думает, что в нашем конечном мире возможен бесконечный экономический рост, или сумасшедший, или экономист. Так вот, революция пончика заключается в том, чтобы положить конец бездумному и безумному потреблению и понять, что ресурсы планеты конечны, прислушаться к предостережениям учёных, которые говорят, что завтра будет поздно. И вместо того, чтобы развивать экономику, а потом пытаться подправить экологические последствия, надо сначала посмотреть, какие имеются пределы у планеты, и, исходя из этого, организовывать деятельность человека. Это не новая мысль. Об этом речь шла ещё в докладе Меду в 1972 году «Пределы роста». Но сегодня эту идею серьёзно воспринимают всё больше и больше учёных. Какие же имеются пределы, переступать за которые нельзя, чтобы на Земле продолжала жизнь? Этим вопросом задались Рокстремс, Штефан и другие учёные. И они насчитали 9 таких пределов, или, если угодно, границ, переступать за которые нельзя. Описали их в журнале «Сайенс» в 2009 году, а затем внесли коррективы в 2015 году. Перечислим эти пределы. Изменение климата, окисление мирового океана в связи с поглощением СО2, постепенная утрата биоразнообразия, изменение землепользования в связи с введением леса и урбанизации, потребление пресной воды, изменение циклов азота и фосфора, насыщение атмосферы аэрозолями, что может привести к изменению режима осадков, разрушение слоя атмосферного озона и такие формы загрязнения окружающей среды, как радиоактивные загрязнения пластиком, химическими отходами. Эти две границы связаны друг с другом. Если свести коренной лес, то исчернет некоторые виды флоры и фауны, не будет улавливаться углерод, а значит усилится разрегулирование климата и окисление мирового океана. Ученые определили две границы из этих девяти, а именно климат и биоразнообразие, которые имеют особое значение, потому что если эти границы будут пройдены, то тогда планета может стать непригодной для жизни. Как же обстоит дело с этими девятью границами? По двум из них ученым не хватает критерий влепления пределов. В отношении бюоразнообразия мы явно в опасном положении. В Германии, например, популяция насекомых за 25 лет сократилась в 4 раза. В угрожаемом положении мы находимся в отношении азотного цикла. Растительность не в состоянии поглощать 120 миллионов тонн удобрений в год, и эти удобрения поступают в грунтовые воды. Мы подходим к крайнему пределу в отношении климата и землепользования. Здесь есть единственная хорошая новость. Удалось защитить озоновый слой, когда были запрещены некоторые хладагенты. Но это было относительно легко сделать. В результате возникает так называемый экологический предел. Экологи говорят об экологическом пространстве. Но тут возникают две реакции. Все это, конечно, хорошо, но в мире есть миллиарды людей, которым не хватает самого необходимого для достойной жизни. Так что экологией мы займемся позже. Если вопрос ставится так, что важнее потребность человека или сохранение планеты, то это тупик. Необходимо представить себе развитие человека, исходя из пределов планеты. Для этого Кейт Роуэрт нарисовала второй круг внутри первого. И этот маленький круг – это как раз те 11 целей, которые она определила в ходе подготовки к выработке ЦУР. Речь идет о здравоохранении, образовании, доступе питьевой в воде, продуктам питания, равенствиями с мужчинами и женщинами и так далее. Все знают, что многие из этих факторов далеки от выполнения. Сегодня 800 миллионов людей на этой планете страдают от голода, а миллионы не имеют доступа к питьевой в воде. Вот это и называется пончиком. Пончик символизирует социальный предел и экологический предел. Тогда можно будет прийти к какому-то балансу. Это простой символ, и все с этим согласны. Но вот тут-то начинается самое интересное. Потому что, когда Кейт Роуэрт задает вопрос, есть ли в мире страна, где население живет выше социального предела и ниже экологического предела, она отвечает «нет таких стран». Посмотрим на картинку, которая была изготовлена Орленом Буто. Если сопоставить экологический след каждой страны и индекс человеческого развития, совершенно очевидно, что в некоторых странах индекс человеческого развития достаточно высокий, но для того, чтобы все люди жили так, надо иметь запас несколько планет. И наоборот. Есть страны, где в экологическом плане все более-менее в порядке, но их население испытывает серьезные социальные трудности. А вот так, чтобы сохранялись оба критерия, не получается. Таким образом, перед человечеством стоит гигантская задача. И никто не знает, как выйти из этого положения. Надо придумать новую модель. Совершенно очевидно, что экологический предел превышают самые богатые. Надо будет иметь несколько планет для того, чтобы все жили как живот на Западе. То есть, проблема азота на треть связана с потреблением мяса и молочных продуктов в Европейском Союзе. Порядка половины выбросов СО2 приходится на 0-10% самых богатых стран планеты. Во Франции экологический след 10% самых богатых в три раза более ярко выражен, чем 10% самых бедных. Поэтому не может быть никакого безопасного экологического пространства. Если мы хотим, чтобы все жили достойно, надо самим ограничиться в чем-то. На самом деле, наше общество никогда не согласятся с тем, чтобы резко изменился их уровень жизни, если меньшинство будет и дальше жить непомерно. Таким образом, необходимо сократить неравенство для того, чтобы длиться к человеческому переходу. Конечно, пончик не самый удачный символ, поскольку, мягко говоря, он отсылает к существенному равенству США. Но этот символ ЦУР призывает нас не к экономике, построенной на экономическом росте, а на конкуренции, и на конкуренции к экономике, которая зерчится на чувстве общности. И напоминает, что в наших странах самые богатые слои населения, как говорил Ганди, должны жить попроще, чтобы все остальные могли просто жить. Это и есть та самая революция, которая призывает нас к цели устойчивого развития. Это именно к этой революции, которые мы называемые объективы развития развития. Редактор субтитров А.Семкин